Моя свадьба. Да, всё, всё записали? Ну что, теперь моё выступление. Давайте я ещё это расскажу вам, ещё о каких-то наших ближайших планах. Первое, что давайте я расскажу немножко о таком онлайн-мероприятии, которые мы сейчас активно организовываем и уже потихоньку стали выкладывать анонсы, это будет онлайн-шерстиваль. Студия «Шкатулочка» совместно с школой «Бойлоко онлайн» проводит такой шерстиваль с мастерами валяния в подарок Новому году. Несколько мастеров, а именно Александр Пилин, Алена Селезнёва, Светлана Бронская, Елена Смирнова, Олеся Исмагилова, Юлия Хабарова, Анастасия Миронова, Елена Найдёнова и Марина Кремчук ежедневно с 9 по 16 декабря в 20 часов 00 будут выходить в эфир и о чём-то рассказывать. О чём именно? Александр Пилин, его выступление будет первым, он будет открывать наш рестиваль, его выступление будет посвящено «Всё дело в шляпе», где он расскажет, как создать уникальный головной убор и даст свои шаблоны на различные изделия. То есть, как он делает свои головные уборы. Алена Селезнёва и Светлана Бронская, их выступление называется «Нить Ариадны. Как создать неповторимый авторский текстиль из клубка ниток». Это их выступление. Юлия Хабарова, 4 способа получения просьбы нужного размера, от раскладки до посадки. Анастасия Миронова, как доработать готовое изделие, на что обратить внимание, украшать его и если да, то как. Елена Найдёнова, пэтчворк войлоки, тренд сезона. Марина Климчук, вален валенок провалился в проталинок. Как защищать валенную обувь от промокания? Елена Смирнова, как прибалять валан из мериносовой шерсти к изделиям из префельта? Как совместить эти материалы и сделать это максимально просто? Алисия Смогилова, секреты мягкой походки. Какой должна быть удобная подошва на волочных тапочках? Презентация нового видеокурса «Тапки с высокой пятки» с прорезным декором. Вот тема наших выступлений, которые будут в режиме онлайн, будет это занимать примерно полтора-два часа. И, конечно, потом это будет где-то в записи. В ближайшее время мы вам дадим ссылку для регистрации, чтобы вам напоминать, когда это состоится, чтобы вы не забыли случайно. Все-таки девочки-то как готовятся, посмотрите. Выступление будет, участие будет бесплатно. То есть это вы все будете смотреть бесплатно. То есть даром. Вот, безвозмездно. Да, безвозмездно. Мы очень стараемся. У нас еще нет такого опыта. Сейчас мы технически к этому готовимся активно. Ну и очень надеемся, что у нас это получится. Вы тоже. Да. Какие-то выступления будут в режиме онлайн, без каких-то там последующих предложений, как вот, например, у Алиси, у нее будет новый диск, и она, конечно же, в конце своего выступления презентует. Какие-то спикеры будут презентовать свои какие-то диски, а какие-то просто будет вот такое публичное выступление в нашей аудитории. Поэтому, если вам будет это интересно, присоединяйтесь. Проект мы планируем такой делать раз в три месяца. То есть зима, весна, лето и осень. То есть, ну и будем готовиться. Вот. Это, значит, первый наш такой проект. А второй проект, все-таки мы наконец-то решили немножко посвятить какие-то вещи и нашли в нашей аудитории очень хорошего маркетолога Викторию Бондаренко, которая уже довольно долго она валяет, увлекается. Она была два раза уже в декретном отпуске. Вот она уже родила вторую ребенку, мальчику в районе годика. И она уже снова полна энергии и готова выходить. И я давно ношу эту идею поделиться какими-то знаниями, связанными с ведением своего собственного дела. Интерес к этому есть, и я вижу отклики, и многие что-то просят. Но так как я не маркетолог по образованию, мне было трудно структурировать эти занятия, я обратилась к Вике. Она меня поддержала. И этот курс будет. Вначале он будет пробный. Всего будет 8 занятий. Ориентируемся мы на вторники. Первое занятие курса уже непосредственно будет 6 декабря стартует. Но прежде чем это начать, чтобы вы немножко почувствовали, надо вам это, не надо, интересно или интересно, то 19 ноября, то есть в следующую субботу с 12 до 2 к нам приедет Вика, и мы вместе с ней разберем тему под названием «Определяем свою целевую аудиторию». Надо это делать? Не надо. Как это делать? Для чего? Что мы с помощью этого решения вопроса, что мы видим, что мы решаем, как мы будем работать в дальнейшем. Вот именно это занятие будет 19 числа. Мы на это занятие записываем, для того, чтобы людям было комфортно. Слово вспоминаем «Мейл Тани». Берем мы это занятие человек 20, максимум 25. Больше не возьмем. Это будет в режиме живого общения. И записи вести не будем, потому что, не имея еще такого богатого опыта в этом преподавании, мы немножко... Мы хотим попробовать. В общем, узнать, как вы реагируете на задания, как вы реагируете на наши знания, какие вопросы задать, чтобы в дальнейшем, когда уже будут уже более такие глубокие профессиональные преподавания, чтобы мы это все учили. Поэтому аудиторию берем маленькую и тренируемся. Конечно, курс будет платный, потому что Вика, она уже работает, и она специально выделяет, ну, подписывает контракт со своим работодателем с условием, что в один день в неделю она не на работе, не на основной своей работе. Курс будет состоять из 8 занятий. Цена курса будет 9 тысяч рублей. Но при условии, если девочки до 20 ноября запишутся, курс будет стоить 6 800. Итак, если кто-то хочет на пробное занятие, записываемся к Тане. На основные занятия тоже Таня ведет запись. А еще раз, числа основных? Первое у нас занятие будет 6 числа, следующее 13, через неделю. Так как там Новый год, будет уже какая-то суета, возможно, мы уже следующие занятия принесем на вторник через Новый год, ну, после Нового года. Ну, в общем, как-то так. Вот. А какое время? С 12 до 3. Это основной курс, а 19, вот это вот выступление, как определить аудиторию, это будет 19 с 12 до 2. После этой встречи у нас будет день открытых дверей. В 15.00 мы зовем всех начинающих присоединиться к прекрасному миру валяния. И наши девочки готовят огромную, обширную, интересную программу для людей, которые делают свои первые шаги в вылоке. Поэтому зовем новичков? Вот. Вот такие у нас планы. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я немножко не поняла. Курсы эти нечего, не должно быть? Деловой клуб «Шкатулочки» организовывает такой курс, как превратить хобби в бизнес. Потому что многие девочки, они хотят своим рукоделием зарабатывать. И вот сейчас давайте я сделаю небольшое видео покажу. Маша, единственное, что можно мне табуреточку? Ну, эту скамеечку. Я поняла. Я, чтобы я... Да, извини. Она очень сломала. Да, я куплю. Купси. Я так много чунусь.